Если на протяжении последних месяцев вы смотрели нашу передачу, то вы знаете, что мы сосредотачивались на погромах и беспорядках, парализовавших многие американские города. Мы руководствовались непартийными соображениями, честное слово. Это год президентских выборов, но угроза, с которой мы имеем дело глубже и существеннее, чем любое отдельно взятое голосование. Политически мотивированное насилие — величайшая угроза для нас. Оно опаснее любого вируса и любого иностранного противника. Оно может в буквальном смысле прикончить эту страну. Мы могли бы и не говорить вам, кто в ответе за насилие, это и так очевидно, чтобы теперь не заявляли профессиональные лжецы на телевидении. К примеру, у главного подозреваемого в самом последнем политическом убийстве в Портленде на шее вытатуирована эмблема BLM. Он не скрывает, в какой он команде, никто из них не скрывает. Любой честный наблюдатель понимает, что именно происходит на наших улицах. Однако слишком мало тех, кто осознает, почему это происходит. Почему дети, воспитанные в самой справедливой стране мира, поддерживают агрессивную революционную организацию вроде BLM, программа которой состоит в основном из разрушения. Почему образованные взрослые, те самые люди, которым следовало бы защищать нашу систему, и нам нужно, чтобы они защищали нашу систему, так усердно ее ломают. Историки неизбежно будут изучать эти вопросы. Они захотят знать, что у нас произошло. Они придут к заключению, что важную роль во всем этом сыграла идеология. Целое поколение американцев учили соглашаться с положениями, из-за которых вообще стало возможным появление BLM. Человека можно свести к его расе. Цвет кожи равен привилегированности. От равенства перед законом надо отказаться. Это ложь. Но внезапно она повсюду. Американцы учились этому в школе и на работе. Даже слышали это в церкви. Без этих идей у нас бы сейчас не было беспорядков. Мы бы не терпели их ни секунды. Откуда же этот яд? В конечном итоге он исходит от левых в академических кругах. Они контролируют то, что у нас называется интеллектуальной жизнью страны. Но продукт, который они продают, широко распространился усилиями СМИ, корпоративных кадровиков и даже федеральных органов, существовавших на наши деньги. Большинство людей не понимают, насколько огромна эта проблема. Даже мы не понимали, пока не прочли репортажи человека по имени Крис Руфа. Руфа на протяжении месяцев расследовал внедрение критической расовой теории. Принудительные сеансы унижения в духе Мао Цзэдуна, которые теперь проходят у вас в офисе и в школе, куда ходят ваши дети. Высокооплачиваемые инструкторы по культурному и расовому многообразию систематически нападают на идеалы, объединяющие эту страну. Они стравливают американцев друг с другом на основании их цвета кожи. Это неправильно, это откровенный расизм. Со временем он приводит к насилию и непреодолимому расколу, что мы сейчас и видим. Это ужасает. Но практически никто не бросает этому вызов. Мы должны бросить этому вызов ради нашей страны. И сегодня мы попросим Криса Руфа ввести нас в курс происходящего. Вам стоит знать подробности. Руфа — исследователь Discovery Institute, а также пишущий редактор City Journal. Сейчас он с нами на связи. Большое спасибо, что нашли для нас время, Крис Руфа. Я вам признателен. Большое спасибо. Знаете, Такер, я расследовал это последние полгода. И это просто ошеломляет, до какой степени критическая расовая теория пропитала каждый институт федеральной власти. Я обнаружил, что критическая расовая теория стала по умолчанию идеологией федеральной бюрократии и теперь используется как оружие против американского народа. Я хочу поделиться результатами трех своих расследований, которые показывают глубину этого сектантского промывания мозгов критической расовой теорией и то, насколько это может быть опасно и разрушительно. Сначала о Министерстве финансов. Я первым сообщил о семинаре, который проводил в этом году Минфин. Вел семинар человек по имени Ховард Росс, инструктор по многообразию. Его услуги за последние 15 лет обошлись федеральному правительству более чем в 5 миллионов долларов. Он вел семинары по критической расовой теории. По сути, он говорил сотрудникам Минфина, что Америка в своей основе страна белого шовинизма. И цитирую, практически все белые поддерживают систему расизма и превосходства белых. По сути, он осуждал страну и говорил белым сотрудникам Минфина и аффилированных организаций, чтобы они признали свою белую привилегию, свое белое расовое превосходство и, по сути, весь багаж сопутствующий этой кристаллизованной белизне. Второе. Это ни в коем случае не ограничивается Министерством финансов. Критическая расовая теория теперь просочилась в нашу систему уголовного правосудия. Только на этой неделе я опубликовал историю о том, что ФБР стала проводить еженедельные семинары по интерсекциональности, крайне левой академической теории, сводящей людей к системе идентичностей, по расе, гендеру и сексуальной ориентации. Эти идентичности сложным образом пересекаются и определяют, угнетатель вы или жертва угнетения. И, конечно же, на вершине этой пирамиды зла белые гетеросексуальные мужчины, вроде директора ФБР Кристофера Рея. И третье. Это важная история. Критическая расовая теория теперь внедряется в наш научный истеблишмент. Несколько недель назад я опубликовал статью о том, что сторонники критической расовой теории в сандийских национальных лабораториях, разрабатывающих наше ядерное оружие, отправили своих сотрудников, белых мужчин, на три дня в лагерь для перевоспитания, чтобы деконструировать их белую мужскую культуру и принудить их писать письма с извинениями перед женщинами и цветными. Разоблачители в сандийских национальных лабораториях рассказали об этом общественности. Но руководство лаборатории поручило контрразведывательным структурам быстро стереть их переписку и заткнуть им рот. Вот какой из этого вывод. В Вашингтоне есть замечательные люди, вроде сенатора от Миссури Джоша Хоули, которые начинают давать отпор. Но консерваторам надо проснуться. Это угроза существованию Соединенных Штатов. А бюрократия, даже при администрации Трампа, используется как оружие против основных традиционных ценностей Америки. И я хотел бы объяснить. Президент США имеет власть и полномочия немедленно отдать распоряжение, отменяющие тренинги по критической расовой теории в федеральном правительстве. И я обратился к президенту с просьбой немедленно отдать такое распоряжение и искоренить эту разрушительную, разделяющую, псевдонаучную в своей основе идеологию. Я думаю, что он осудил эту нео-марксистскую риторику организации Black Lives Matter в Портленде и Сиэтле. Но пришло время действовать и покончить с ней в его собственной администрации. Последствия того, что вы описали, полагаю, мы видим их сейчас на улицах. Но я хочу перейти ко второму примеру, потому что он, пожалуй, наиболее тревожный. Итак, основополагающая идея всей нашей системы правосудия — все мы равны перед законом Соединенных Штатов. Ваша раса, пол, с кем вы спите — все это не имеет значения в глазах закона. Как ФБР, вооруженная и наделенная властью, защищать законы, может распространять подобную ложь, что совершенно противоречит его миссии? Насколько это губительно, насколько пугающе? Это невероятно пагубно, и мы видим, что институты федерального правительства, непосредственно агентства и ведомства, основные учреждения исполнительной власти просто забыли о принципе равенства всех перед законом, о правосудии над личностью по существу. И сейчас они перенимают эту радикальную идеологию левых, которая судит о людях по их принадлежности к группе. И это внушает ужас. ФБР, практически всевластная силовая структура в Соединенных Штатах, перенимает эту идеологию. Я думаю, наступил момент бить тревогу, и всем американцам стоит задуматься о судьбе страны. И правда стоит. Дело здесь не в выборах, а в нашем будущем как единой нации. По сообщениям, подобное происходит в армии США. Это правда? Да, у меня есть несколько источников в армии, в ВВС и на флоте. Я все еще работаю над этой информацией, над ее подтверждением. Но уже сейчас можно сказать, что они начали в 2011 году с распоряжения Обамы, содержащего инициативы многообразия и равенства в федеральном правительстве. Они создали структуры, якобы поддерживающие многообразие, но на практике, согласно источникам в правительстве, это нечто вроде шпионов внутри системы, которые укрепляют свою идеологию, искореняют консервативные идеи и избавляются от сотрудников-консерваторов. Разобщенная страна долго не продержится. Нас должно сплотить равенство перед законом. Кстати, если нас смотрят люди, пережившие это, источники в армии и других федеральных структурах, надеюсь, вы свяжетесь с Крисом или с нами. Мы продолжим освещать эту тему. Крис, большое спасибо за репортаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова